Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы поговорим про маньяка, который возомнил себя человеком искусства и кино. Более того, даже сделал себе поддельное удостоверение режиссера. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Самых отчаянных серийников мы привыкли называть маньяками. Злодеяния многих из них пугают и вводят в недоумение спустя десятилетия. Зачастую слава таких персонажей пугают многие поколения и после их ухода. Именно к этой категории преступников относится Валерий Осротян, маньяк, совершавший свое преступление с 1988 по 1990 год. Итак, Валерий Георгиевич Осротян, советский серийный маньяк, известный как режиссер. До совершения преступления работал психологом, совершил 17 надругательств, 6 покушений и 3 лишения жизни. Валерий Осротян представлялся влиятельным режиссером, заманивая мечтающих о кинодевушек в свое логово. Главным для Осротяна в его злодеяниях было удовлетворение своей охоти. Но боясь быть пойманным, он с надругательств перешел на лишение жизни. На его счету десятки случаев принуждения к акту, а три своих жертвы он просто лишил жизни. При этом хитрый и продуманный он каждое свое преступление обставлял по-разному, чтобы сыщики не заподозрили, что все это дело рук одного человека. Валерий на самом деле был настоящим знатоком в области психологии, ну и конечно обладал артистическим даром. Он настолько вживался в роль режиссера, который ищет таланты и так красочно рассказывал своим жертвам об их перспективах в кино, что молодые девчонки сами шли к нему в логово. Но там их ждал настоящий ад. Валерий нападал на пленниц и потом много дней подряд держал у себя, чтобы удовлетворять с ними свои половые потребности. А чтобы жертва не сопротивлялась, накачивал ее веществами. Многим из девушек потом приходилось лечиться, но некоторые из них сумели вспомнить адрес, где их держали в плену в качестве игрушки маньяка. Сложив всю разрозненную информацию в общий пазл, сыщики вышли на след изувьера, положив конец серии его злодеяний. Его поставили к стенке в 1992 году, за несколько лет до того, как в стране ведут мораторий на смертную казнь. Валерий Асратян родился в 1958 году в Ереване, в благополучной по советским меркам семье. Ничто не предвещало его перемещение в отряд маньяков, большинство которых потом жаловались на трудное детство. Правда, кое-какие детские странности были и у Валерия, предпочитавшего играть с девочками в куклы, а не с ребятами в футбол. До поры до времени над этим лишь посмеивались, до тех пор, пока мальчик Валера еще в детском саду не придумал играть в доктора и пациентов. Да и подрастая парнишка продолжал чувствовать влечение к слабому полу. Первый сексуальный опыт у него случился в 13-летнем возрасте со взрослой женщиной, после чего он потерял интерес к ровесницам. Предпочитал опытных дам старше себя и различные эксперименты в постели. Еще в школе увлекся психологией, а после получения аттестата в 1975 году поступил в Республиканский пединститут по специальности дошкольной психологии и педагогика. Именно выбранная специальность помогла ему создать для себя образ его будущих жертв. Он понял, что многие девчонки начинают наивно мечтать о разных вещах, принсе на белом коне, еще непонятном для счастья и о том, чтобы стать известными актрисами. А чтобы облегчить себе задачи, так сказать, вжиться в роль в 1980 году, уже молодой дипломированный специалист Асратян устроился на работу психологом в специнтернат для детей-инвалидов. А спустя год переехал жить в столицу СССР, удачно женившись на одинокой москвичке. В том же 80-м Асратян совершил свое первое преступление, но сразу прокололся, маньяк начал приставать на улице к девочке, которая начала кричать и обвинила мужчину. На крики сразу же прибежали двое парней, которые задержали преступника. Асратяна признали виновным и отправили в колонию на два года. Спустя срок в 1984 году преступника освободили, а уже спустя год он одругался над другой девочкой, которая написала на него заявление. Маньяка снова осудили и снова на два года. Почему суд был настолько гуманным по отношению к такому преступлению неизвестно. В 1987 году после отбытия наказания Асратян переехал в город Валуйке Белгородской области, но в 1988 году вернулся в Москву. Он решил вернуться к жене, но та выгнала его из дома после таких преступлений. Помыкавшись одно время под чужим углом, Асратян познакомился с москвичкой Мариной Агиевой, с которой стал сожительствовать, а заодно и с ее 14-летней дочерью Татьяной, которая страдала психическими заболеваниями. Позже он заставит мать и дочь помогать ему в его преступлениях, а сильнодействующее лекарство, которое принимала Татьяна, будет использовать против своих жертв. Уже тогда он придумал сценарий по заманиванию девушек в свое логово, сделав себе фальшивое удостоверение режиссера. В феврале 1988 года он заманил в квартиру девушку под предлогом кинопроб. Подмешав ей препарат в кофе, он ждал, когда девушка впадет в бессознательное состояние. Когда это случилось, он в течение нескольких часов занимался с ней половым актом в бесчувственном состоянии, затем обобрал ее до нитки и поздно вечером вывез за город и бросил недалеко от небольшой железнодорожной платформы. Жертва выжила, но вспомнить ничего не смогла и не смогла дать милиции никаких зацепок. А маньяк продолжал водить домой поверивших ему девчонок и продолжал использовать их для своих потребностей. Некоторые из них пробыли у него в плену по несколько страшных дней. За короткий срок от его действий пострадали 17 жертв. И хотя всех их он отпускал, предварительно накачав препаратами, позже он все же стал опасаться, что кто-нибудь из пострадавших вспомнит и его, и адрес, на котором над ними издевались. В общем, постепенно он пришел к выводу, что будет более безопасно не оставлять в живых жертв. Причем с ними каждый раз расправлялся разными способами, чтобы сыщики не смогли все эти преступления свести воедино. Свою первую жертву Остротян лишил жизни с помощью ножа, вторую топил в ванне. Третья жертва, которую он удушил пояс, сам от халата и выбросил на улице, потом очнулась и в итоге выжила, как и другие пять девушек, которым он дал дозу препаратов. К их счастью, их вовремя нашли и им своевременно была оказана медицинская помощь. А потом случилось то, чего маньяк так опасался. Одна из выживших жертв не полностью потеряла память, сумев пусть и не сразу восстановить в голове картинку преступления. Девушка сумела описать злодея и даже показала улицу и дом, куда ее приводили на кастинг. У дома устроили засаду и вскоре подозреваемый появился в поле зрения оперативников. Более того, тот вел в квартиру новую мечтательницу об актерской карьере. Остротян был задержан, затем арестован. В ходе расследования сыщики доказали 17 принуждений к половому акту, 3 решения жизни и 6 покушений на жизнь. Любопытно, но на суде он потребовал для себя высшие меры наказания. Но не потому, что раскаялся, причина была совсем иной. Остротян знал, как поступает в зонах с такими, как он, и не хотел для себя участи своих жертв. Суд пошел навстречу маньяку, приговорив того к расстрелу. С момента ареста до момента казни Остротяна прошло долгих 6 лет, во время которых он подвергался нападениям со стороны заключенных. Психических отклонений у обвиняемого не выявилось. Кассационную жалобу он писать отказался и был казнен в 1996 году в знаменитой бутырке. Когда его спросили перед казнью, что бы он хотел, он ответил «Я хочу, чтобы мой приговор быстрее привели в исполнение и избавили меня от этого груза». Марина Агаева, которая ему помогала, была приговорена к 10 годам лишения свободы. Ее дочь, которая страдала психическим заболеванием, не осудили, хотя Остротян говорил, что и она принимала участие в преступлениях. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!